Трамп пытается заблокировать назначение демократами судей Байдена в Сенате, Аксиас. Новоизбранный президент США Дональд Трамп требует, чтобы сенаторы от республиканской партии попытались помешать демократам утвердить большее количество судей в американских судах до инаугурации нового главы Белого дома. Об этом сообщает новости Украина со ссылкой на Аксиас. Издание напомнило, что президенту Джо Байдену осталось утвердить 15 судей до рекорда, который Трамп установил во время своего первого президентского срока в 2016-2020 годах 234 судейских назначения. Демократы пытаются заполнить суды радикально левыми судьями, которые уже идут на выход. Сенаторы-республиканцы должны появиться и держать линию, больше ни один судья не будет утвержден до дня инаугурации, написал новоизбранный президент в соцсети ХА. В среду, 20 ноября, демократы утвердили еще двух судей с перевесом, в 50 голосов над 48. Сенаторам от республиканской партии, Теду Крузу и Майку Брауну не хватило голосов. Этот вопрос поднимался во время обеда республиканской партии в среду. Сенаторы обсуждали, есть ли способ заставить Брауна уйти в отставку и найти кого-то, кто бы побыстрее занял его место. Браун был избран губернатором Индианы в ноябре. «Я очень зол, 90% успеха дается благодаря внешним проявлениям. У меня есть кандидат в четвертом округе, которого, если мои коллеги станут на мою сторону, я смогу победить, обеспечив себе голоса демократов. Для меня это очень личное», — заявил журналистом, сенатор-республиканец от штата Северная Каролина Том Тилес. Издание «Аксес» напомнило, что в Сенате республиканцы вместе со своим новым лидером большинства Джоном Тьюном ведут борьбу за судей с уходящим в отставку лидером демократического большинства Чаком Шумером. В понедельник Тьюн обнародовал план агрессивной защиты от окончательных номинантов президента Джо Байдена. Однако Шумер готов преодолеть эту защиту с помощью голосований поздно вечером и на выходных. Война демократов за судей в Сенате. По итогам президентских выборов 5 ноября, победу с большим отрывом от демократа Камалы Харрис одержал кандидат от республиканской партии Дональд Трамп. Инаугурация новоизбранного президента состоится 20 января 2025 года. Кроме того, в этот день американцы выбирали членов Палаты представителей и Сената Конгресса США. По предварительным подсчетам, республиканцы получили большинство в обеих палатах законодательного органа. Новым лидером республиканского большинства в Сенате был назначен Джон Тун. На прошлой неделе СМИ сообщали, что демократическое большинство в Сенате США начало оперативно утверждать, как можно большее количество новых федеральных судей, которых президент Джо Байден может назначить в последние недели своей каденции.